Сегодня мы поговорим с вами про лучшую страну для жизни. Ну, то есть здесь медицина очень сильно дорогая, здесь без страховки невозможно жить. Если мы говорим про Бали, мы сегодня поговорим с вами про Аргентину, потому что у нас ребята в Аргентину едут. Очень сильно обеспеченный человек, который везде побывал. Он говорит, Португалия самое лучшее место для жизни. Рад вас видеть в своих ежедневных влогах. Сегодня мы поговорим с вами про лучшую страну для жизни. Точнее, не лучшую, а какую мы выбираем. А пока я сейчас иду сдавать анализы, потому что последние два дня выключился просто с тренировочного процесса. Уничтожился нахер вообще, просто не мог ни говорить, ни двигаться, просто залипал в рилсах, ничего не делал, не работал. У меня либо кровь подгустела, вот надо сейчас сдать анализы, подсмотреть, либо просто перетренировался. Для тех, кто вдруг на Бали окажется, здесь вот Бунда, очень неплохая клиника. Здесь все осматривают, здесь даже к беременности готовятся. Я здесь анализы сдаю. На Бали просто очень жестко прыгают цены, и ты можешь анализ на тестостерон сдать за 15 тысяч рублей. Прикиньте, это 150 долларов. Просто на тестостерон, обычно свободный. Свободный общий, там плюс-минус разница, там 15-20 тысяч рублей, это просто ужас. А есть клиники, где доходят даже до 40 тысяч рублей, чтобы понимали. Ну, то есть здесь медицина очень сильно дорогая, здесь без страховки невозможно жить. Но я без страховки. Без страховки сейчас сдаю анализы, просто проверяюсь раз там в пару-тройку месяцев. Вот мне мой врач-доктор, спортивный врач, не знаю, как его назвать, он мне назначает. Я сдаю общий анализ крови, сдаю тестостерон, женские и мужские гормоны, АЛТ, АСТ. Проверяемся, смотрим, что со мной происходит. И, как вы уже поняли, возможно, для меня очень важный показатель – это медицина в стране, чтобы было все комфортно, чтобы можно было обслуживаться, чтобы можно было проверяться, делать чекапы. И если мы говорим сейчас про Индонезию, про Бали, очень много людей выбирают это место для жизни, для длительного проживания. Если для вас важна медицина, здесь все очень сильно печально. Есть хорошие клиники, но они очень дорогие. По страховкам вы сдавать ничего здесь не можете. Можно сделать местную страховку, но при условии, если у вас есть ВНЖ местные, но она не покрывает там все, что угодно. То есть, в целом, если вы хотите обследоваться классно, все, следить за собой, то это точно не Бали. Поэтому, в целом, если у кого этот пункт очень важен, то сразу отбрасываем. Вообще, в плане медицины, конечно, страны СНГ – это самый топчик, реально, объективно. Но еще вот говорят Испания, потому что у меня сестра сейчас в Испании живет и жила всю жизнь, отец живет. Испания, конечно, они, я так понимаю, наверное, всех рвут у них, потому что страховка позволяет вообще все покрыть, все, что угодно. Ну, то есть, ты сделал страховку, платишь там 130 евро в месяц, ну, типа, 1000 евро с копейками в год, это примерно 100 тысяч рублей. И обследуешься, что хочешь, анализы сдаешь, в клинику ходишь. Если мы говорим про Бали, мы сегодня поговорим с вами про Аргентину, потому что у нас ребята в Аргентину едут. Мы выбираем сейчас Францию, либо Португалию. Мы выбираем, возможно, Испанию и думаем в сторону Аргентины, потому что жить на Бали мы не планируем сразу, делаю вам спойлер и объясню, почему. И если мы говорим про медицину, в общем, важный показатель для нас, потому что мы с семьей, мы следим за собой, мы сдаем постоянно анализы. И про что я хотел сказать. На Бали, например, ты можешь сделать, ну, такой базовый анализ, это колоноскопия. Ну, он очень важный для мужчин, для женщин, раз там в три года ты должен сдавать. Вот на Бали нет такой возможности, вообще нигде мы не нашли, чтобы ты сдал, например, колоноскопию, гастроскопию, и тебе показали видео. Тебе просто пишут заключение, у тебя все норм. А ты за это отдаешь, типа, 50 тысяч рублей, 500 там долларов примерно. У нас традиционно по субботам это Кудета, мы на Кудете, приехали в бич-клаб с семьей. Сегодня нас будет больше, сегодня Демида провожаем. Демид у нас уезжает, улетает в Аргентину, про Аргентину, кстати, тоже поговорим. Здорово. Здорово. Ютуб? Влог? Да. Провожаем, Демид. Ничего себе ты приехал. Да он почаще себя ездит уже. Так? Да. А ты что, не первый раз? Второй, третий. Что могу сказать? Что скажешь насчет пати? Встал я от пати, конечно. Скорее бы Демид уехал. Демид, ты разрушаешься? Я разрушаю. Папа, пошли в море покопаемся. Попозже, Зайк. Сейчас покушаем, все пойдем. Кстати, здесь в Кудете очень вкусно, очень сильно хорошо. Иди сюда. Я разрушаю. Хочу с вами поделиться сегодня разными мыслями с ребятами, обсуждали про переезды в разные страны, потому что много ребят бывали в моем окружении в разных странах, я сам бывал и в Франции, и по Европе путешествовал, на Бали, сейчас в данном случае живем, в Таиланде были, ну и в России, соответственно, жили. В России пока не очень хочется жить, ну, честно, сразу скажу честно, основная причина это погодный климат, мне не очень он близок, мне не нравится, мне не нравится это слякоть, то есть, что по сути классно летом, я безмерно обожаю Россию в плане вот летом, там, весной, шикарно, но остальное время мне абсолютно не близко, слякоть, грязь, вот это все, идешь, там, дождь тебе в лицо летит, ну, поэтому Россию мы не рассматриваем. Для нас очень важны погодные условия, и помимо этого, очень важны еще следующие два фактора, это медицина и безопасность. Погода, медицина, безопасность, еда и отдаленность от России, потому что, ну, хочется, чтобы мама приезжала, мы могли к ней приезжать, чтобы можно было как-то взаимодействовать, общаться, и по этой причине Бали мы не рассматриваем, в принципе, потому что для жизни здесь, вот именно, знаете, всю жизнь прожить на Бали, ну, то есть, ты просто всю жизнь в деревне, из которой ты выехать особо не можешь. Да, ты можешь отсюда вылететь, там, знаете, в Колумбур куда-то, или там в Сингапур, ну, так себе эта история, потому что особо разницы никакой нет, то есть, отсюда, чтобы реально вылететь, вот, чтобы с семьей, ну, это прям сложно и объективно дорого. Поэтому мы смотрим, есть Аргентина, Аргентина интересна, Аргентина классно дает гражданство, смотрим в направлении Аргентины тоже, мне нравится, но если быстро, то это надо только рожать. Ну, так послужилось, что Крис еще пока не беременна, поэтому, если мы смотрим в направлении Аргентины, то там есть один минус, он заключается в том, что это тоже далеко, это на другом отшибе мира, и другой часовой пояс. Ну, в целом это тоже нормально, Аргентина классно, но мы пока выбираем для себя Португалию, есть вариант Испания, можно делать ВНЖ Францию, мы даже Францию частично ВНЖ оплатили, но с Францией есть один момент, то, что погода, ну, примерно как в России. Без сомнения Париж прекрасен, без сомнения красиво, но Франция, во-первых, Париж это самый дорогой город Европы, а другие мне там вот города, ну, не так сильно нравятся. Поэтому погодные условия, ну, по отношению к Франции погодные условия сильно решают, потому что я ненавижу промерзлость вот эту вот. Испания классно, но там в перспективе сложно получить гражданство, нужно в идеале выучить испанский язык, нужно хорошо на нем говорить, нужно сдать на нем экзамены. Ну, даже это сдают, там есть много таких моментов, как налоговая история, мне не очень нравится, но от этого даже можно, в принципе, уйти, потому что на сегодняшний день Россия там оказывается вообще, ну, из-за того, что недружественные страны, там никто даже не узнает о том, сколько ты зарабатываешь в России. Но следующий момент еще очень важный, там приезжая туда, нужно через полгода сдать экзамены на испанском языке, если ты хочешь именно права ездить на машине, а это важно. И поэтому пока сейчас вот собирая все в кучу, мы выбираем Португалию, и мы даже там не были, мы даже там не были, но легкость сделать ВНЖ, вид на жительство, в перспективе получения гражданского паспорта, климат, тепло, классно, удаленность от России, что можно близко летать и взаимодействовать, европейская медицина, то есть ты в бесплатном доступе делаешь страховку и по европейской медицине обслуживаешься, все, что угодно там лечишь, сдаешь анализы и так далее. Безопасность, Португалия одна из самых безопасных стран в мире, чтобы вы понимали, это тоже для меня очень сильно важно, потому что я в этом плане очень сильно всегда боюсь, там грабежи, какие-то нападения, для меня очень важно, чтобы мне было комфортно и безопасно. Еда. Еда, Амазон. Такие вот факторы для себя я сложил, понял, что сейчас пока будем смотреть направление Португалии, может быть что-то изменится, потому что год назад мы планировали делать Францию, но нам не дали из-за того, что началась мобилизация, там все вот это вот заварушка началась, и там соответственно нам не дали ВНЖ, поэтому смотрим сейчас пока в направлении Португалии. Почему смотрим за рубеж, не Россия, еще? Потому что дети начали говорить на английском языке, и я хочу эту историю поддержать. Мне в принципе не важно где жить, мне везде хорошо, ну то есть мне с женой везде классно, мне не принципиально реально. Погода решает, но в целом я везде могу жить. А вот дети, я бы хотел, чтобы они развивались там, где можно овладеть в идеале, во-первых, совершенствует английским языком, другое окружение, ну то есть если в Россию, это надо либо отдавать в классные дорогие очень школы, в муниципальных школах я не хочу, чтобы мои дети учились ни при каких обстоятельствах вообще. А, например, в Европе муниципальные школы, они очень классные, то есть ты можешь получить ВНЖ, и бесплатно у тебя ребенок ходит в школу. Ну вот так вот, купа разных обстоятельств, обзоры, знакомые, которые ездили по всему миру и везде путешествовали, и еще есть один знакомый, чье мнение очень сильно важно, не могу здесь его афишировать, очень богатый, успешный друг есть в моем окружении, очень сильно, очень сильно обеспеченный человек, который везде побывал, он говорит, Португалия самое лучшее место для жизни.